Всем привет! Я пытаюсь начать прямой эфир. Соответственно, у меня к вам большая просьба обозначиться, что эфир есть и меня хорошо слышно. Напишите мне, да? То, написано, что вы присоединились, а то, что слышно, непонятно пока. Давайте, жду вас. 51 человек уже, смотрите. Не слышно меня? Товарищи! А, все отлично. Все отлично слышно. Спасибо большое, кто бы это ни был. Мне оказана большая психологическая поддержка, потому что я совершаю дела для себя непривычные, нелюбимые. Вот самостоятельно провожу эфир в Инстаграме. В первую очередь я, конечно, приветствую здесь всех участников актуального, настоящего, ныне идущего потока в поток КОВ. чертового фразума курса, значит, на второй ступени Академии Смысла, ну и также, конечно, всех подписчиков аккаунта. Перед теми, кто у нас, перед вот группой, которым засунули в общую массу, хотя лекция должна была лично им предназначаться, я прошу прощения, вот, и в Zoom тоже не получилось, потому что, во-первых, я не могу совсем справиться, во-вторых, непонятно, куда смотреть, вот, поэтому вы меня простите покорно. Очень надеюсь, что скоро у нас начнутся лекции уочные уже в нашей Академии Смысла, и мы будем встречаться по-настоящему, но пока сохраняются какие-то риски для здоровья, ну, вот, такой дистанционный формат даже для участников оффлайн-курсов. Вот, ну, как бы там ни было, значит, чертоги разума, курсы поток идёт, вот, все замечательно занимаются, пишут письма отчётные, и для вас в первую очередь я читаю сегодня лекцию, которая называется «Как разогнать мозг, чтобы решать сложные задачи в реальности». К сожалению, не могу написать на доске и дальше чертить свои обычные чертёжные чертята, вот, но буду так сказать, что называется, на слух. Вот, хотел... Какая у меня мысль-то была? Пожарить реальность вот это всё сейчас вам расскажу. Да, вот, что я должен важно, это сказать, что участники потоков пишут свои вопросы. Вообще все могут писать вопросы, но вот мне здесь их будут отбирать, ребята, которые сейчас сидят за кадром, вот, и мы с вами будем... Сначала я отвечу на вопросы, соответственно, участников курса, вот, а дальше уже, если останется время, отвечу на вопросы других присутствующих. Ну что, у нас практически почти 200, вот, 231 человек, кворум намбран, вот, поэтому переходим, соответственно, к содержанию нашей лекции, и речь будем вести о разгоне вот этого всего мышления. Да, я, кстати, тоже сразу оговорюсь, я нахожусь в Греции сейчас, да, поэтому будем надеяться, что с интернетом всё будет благополучно. Если что-то не так, вы пишите. У нас сегодня здесь ураган, поэтому могут похлопывать ставни, вот, огонь не пришлось развести в камине, вот, поэтому он может трещать, вот, поэтому не пугайтесь, всё нормально, Курпатов за своим рабочим столом, где, собственно говоря, и была написана книга «Чертоги разума», и не она одна. Вот, ну, всё, хватит уже приветственных речей всяких разных, говорим про… Да, и сейчас я за этой же, за этим столом пишу книгу, которая называется «Машина мышления», поэтому не удивляйтесь, если я вдруг буду часто производить это словосочетание. Вот, в общем, короче говоря, поехали. Да, значит, что я вам хотел рассказать по поводу разгона вот этого нашего мышления, и вторая часть, вот, вопрос, связанный с реальностью, как это сопрягается, собственно говоря, с реальностью. Значит, сначала давайте про разгон. Вообще сейчас очень большая проблема для того, чтобы разогнать машину мышления. Ну, то есть она у нас постоянно едет, вот, то есть мы постоянно что-то себе думаем, варим, крутим, вертим, вот, но при этом, конечно, вот, разогнать её в рамках конкретной задачи очень сложно. Это связано, в первую очередь, со всеми разными нашими цифровыми зависимостями, это связано с большим количеством обязательств, которые у нас возникают в этом новом цифровом мире, да, потому что вот я вроде бы сбежал, так сказать, в отпуск. У меня отпуск. Вот. У меня конференции, совещания, прямые эфиры и так далее, и ни от кого не упрятаться, не избечь. Вот, поэтому, да, значит, самое главное – это то, что у нас сначала нужно подумать о тех факторах, которые мешают разогнать машину мышления, а после этого уже будем мы сейчас говорить про факторы, которые помогают. Значит, мешают, соответственно, вот эти все цифровые зависимости, постоянная подключённость и необходимость со всеми коммуницировать. Вот. Если вы хотите решать какой-то существенный, важный для вас вопрос, выделите просто себе время в календаре. Вот. Я так и делаю. То есть у меня в календаре выделены встречи, вот. Но при этом я выделяю в календаре время, когда я буду заниматься каким-то вопросом. И я, во-первых, мой мозг заранее думает. Он же там параллельно, куча процессов идёт. И мы, если поставили себе задачу, что в какое-то время, условно говоря, с 15 часов до ночи вы будете про что-то думать, и поставили это загоди в расписание, то ваш мозг к этому моменту, он уже начинает приготовливаться. У него есть прекрасная особенность и способность готовиться. Домашнее задание он не делает, но, по крайней мере, готовится к приходу в школу. То есть он собирает ранец, кладёт туда нужные ингредиенты, вот. И это происходит на подсознательном уровне. Поэтому планировать, значит, вот это время, когда вы сможете спокойно, когда вас никто не будет дёргать, когда вы сможете сосредоточиться на продумывании соответствующего вопроса, это очень важный и такой правильный метод. Поэтому вы, пожалуйста, про него помните. Вторая проблема, которая мешает разогнать мышление. Я её объясняю уже и так, и сяк, и пятым, и шестым, и седьмым образом. В своё время, когда я занимался психотерапией, я называл этот феномен объяснением. Что такое объяснение? Это у нас в мозге, значит, там есть три вида рациональных мыслей. Кто проходил курс «Шаг за шагом», который как раз этой всей психотерапевтической штуке посвящён, знает, что есть вот три вида иррациональных мыслей, которые думаются у нас автоматически. Это другой способ инвентаризации нашей умственной жвачки, не тот, который мы проходим на курсе. Один из трёх видов рациональных мыслей – это объяснение. У нас, как вы знаете, благодаря Майклу Газанингу и, соответственно, Пентфелла, который его в этом смысле предварил в левом полушарии рядом с речевыми центрами, находится так называемая интерпретативная кора. То есть это такая область, в которой факты, которые на самом деле набраны из разных составляющих, они собираются вместе и даётся объяснение. И это объяснение выглядит очень понятным, логичным и так далее. Второй аспект, как про это можно думать, про эти объяснения, это так называемые когнитивные искажения. Я про когнитивные искажения рассказываю в разных курсах, программах, лекциях и так далее. Сейчас у нас вышел как раз курс «Мозг и бизнес», где подробно для руководителей бизнеса рассказывается о когнитивных искажениях. Что такое когнитивные искажения? Это, по сути дела, те же объяснения. Всегда обнаруживается у нас тенденциозность мышления. Это что такое? Это когда мы аргументы, которые наше объяснение объясняют, мы их и так, как мы. Мы эти аргументы считаем в два раза более вескими, чем аргументы противоположные, которые не соответствуют нашему объяснению, нашему видению ситуации. Но там много всяких разных интимных искажений. Но вот сейчас остановимся на этом. И это важная вещь, потому что как разогнать машину мышления, если вам все ясно-понятно. Вообще формулировка «ясно-понятно» она в нас возникает быстро, автоматически. Почему? Потому что мозг не любит неопределенности, ему нужно, чтобы сразу все стало ясно-понятно. И после того, как у нас ясность возникает, дальше мы... Зачем он это делает? Экономия энергии. Наличие определенности снижает интенсивность тревоги и так далее. Есть масса параметров, по которым осуществляется эта приятная для мозга присяга соответствующим объяснением. И когда у вас эти объяснения появились, вы больше не задаетесь вопросом. Вы находитесь же в туннеле этих объяснений. Срабатывает то самое тенденционное смышление, которое удерживает вас внутри соответствующей стратегии. Это часто можно увидеть в любых дискуссиях, каких-то бытовых. Когда двое ссорятся, то у них у всех есть всегда подтверждение правоты своей позиции. Когда в каком-нибудь Фейсбуке идет этот вот, все одних хвалят, другие все них ругают и так далее. Тоже в тенденциозности. Когда видишь то, что комментарий, который тебе релевантен, ты говоришь, ой, как правильно человек сказал. Когда видишь комментарии, которые... не соответствуют вашей позиции, вы говорите, ну, кто же такой глупости там и так далее. Это не значит, что там не может быть глупости, но вот эта тенденциозность восприятия блокирует нам объективное восприятие происходящего вокруг нас и делает это мышление туннельным. Итак, это вот эти наши объяснения рациональные, это когнитивные искажения, которые мы допускаем. Вот, и, наконец, если говорить про то, что тормозит нашу машину мышления в качестве таких интеллектуальных вещей, это ожидание того, что проблема решится сама собой. Мы лукаво все время откладываем решение сложных вопросов. Это тоже можно понять. Вот, знаете, вот это есть феномен типа прокрастинации, вы знаете, что я его всегда критикую, потому что это просто красивое слово, за которым, как и за линию, скрывается много совершенно разных причин, почему, собственно говоря, это дело с человеком происходит. Ну, так вот, если у вас, значит, надо принимать сложные решения, если есть риски, что вы что-то будете терять в результате этого решения, а сложные решения всегда связаны с потерями, с компромиссами и так далее, вы начинаете психологически боясь этого, прокрастинации, что боюсь работать, как вариант, боюсь работать, поэтому занимаюсь всякой ерундой. Боюсь взять на себя ответственность, поэтому занимаюсь всякой ерундой. То же самое касается и мыслей. Я боюсь, что то, что я разложу на своей факт-карте, то, что я буду анализировать, то вопрос, который я буду решать, сопряжен с какими-то возможными издержками, заставляет меня убегать от этого. То есть, короче говоря, трехголовый змей, значит, это первое. Нету времени на то, чтобы подумать. Второе. Есть объяснения, ясно-понятные, которые все объяснили, и можно не драматизироваться, потому что все ясно-понятно. Ничего не сдвигается с места, все плохо, но зато ясно-понятно, он дурак, она неумная, и всем все ясно-понятно. И, соответственно, третья составляющая – это вот этот страх приступить к промысливанию задачи. Этот страх может быть, причем, связанный прямо с рисками, а он может быть связан еще, знаете, с такой, надо же будет напрячься, надо же будет подумать, нужно, возможно, заставить нас что-то там инвентаризировать, понимать, куда-то еще двигаться, что-то изучать и так далее. Поэтому тоже есть всегда искушение отложить. Итак, три составляющих. Выделите себе время, обнаруживайте когнитивные искажения, устраняйте объяснения, ясно-понятно. Третье – это не бойтесь, возьмите на себя ответственно за себя, за свою жизнь, за принимаемые решения и начните думать над своей жизнью. Если вы этого не будете делать, ну, как бы, дальше вы на воле судьбы, так сказать, будет вам судьбой. Чего бы, собственно говоря, не хотелось, мышление нам для того и дано, чтобы мы в этой реальности могли выстраивать ту стратегию жизненную и достигать тех результатов, которые на самом деле нам нужны и важны. Вот, значит, вот, собственно говоря, давайте сначала вот это проговорим. Теперь второе, неожиданное, я должен, видимо, сказать. То есть это мы говорим про то, как перестать тормозить машину мышления. Значит, после того, как вы начинаете заезжать на мышление, создаете вы факт-карту или мыслите вы, будучи полноценно, системно озадаченными какой-то вопрос, вот, дальше вы оказываетесь во всех этих иллюзиях и ошибках восприятия, которые мы с вами проходили на красной таблетке. У меня к вам, ну, просто человеческая просьба. Вы красную таблетку не забывайте. Я вынужден сейчас общаться с... Ну, не вынужден, но я общаюсь с большим количеством людей. Вот. И вот прямо радикальное представление, когда ты общаешься с человеком, который, ну, как-то понял или понимает вот про то, что в красной таблетке написано, и то, что мы на соответствующем курсе проходим, и тех, кто не понимает. Это просто удивительно. Значит, это вот время этой нашей нарастающей псевдодебильности, вот, оно, вот, все, что описано в красной таблетке, я уже даже не представлял, что это будет настолько актуально, да. Все, что связано с проблемой выбора, все, что связано с невероятным эгоцентризмом, отсутствием социальных навыков, взаимными обязательствами, долгами, там, и так далее, и так далее. Просто если человек просто создает факт-карту, и перед этим его голова не была хоть сколько-то почищена, значит, что от этих вот всего этой, всей этой человеческого, очень человеческого, хочется словами нечего тут сказать, вот, значит, этот факт-карта превратится, конечно, в какую-то полную бнеум, потому что в ней человек будет просто выкладывать весь набор своих рациональных суждений, да. Значит, если вы не понимаете логику долгов, вы увидите, ваши факты будут искажены. Если вы не понимаете логику богатства выбора и ошибок, связанных с этим избыточным выбором, вы обязательно наделаете ошибок. Значит, если вы не понимаете, что людьми движут их фактические инстинкты и потребности, а не то, что они говорят, не то, что они, значит, выдумали, там, и несут на своих этих знаменах, вы совершите ошибки. Вот, поэтому, ну, значимость красной таблетки, она прямо пилюля, я бы сказал, понимаете, лечебная для мозгов, для того, чтобы начать думать здраво. Вот, значит, соответственно, вот весь этот корпус наших знаний о мозге и тех лукавствах, которые, наши когнитивные механизмы, социально-психологические механизмы, эволюционно-психологические механизмы срабатывают и приводят нас к ошибкам, которые только нарастают на фоне общей... Что такое вот эта информационная псевдодебильность? Это, ну, грубо говоря, это предельно нарастающий такой селепсизм, понимаете? Вот, это когда, понимаете, ну, вот, есть эгоизм, у него такое негативное, так, аннотация. Ну, реально бывают люди, которые менее, как бы, социально-радушные и более социально-радушные. Ну, вот, как бы, эти более эгоистичные, это более доброжелательные. Вот. Есть эгоизм, который связан с во всеми этими комплексами, проблемами и так далее, которые человек в себе, значит, вот... Ну, все, что там в психоанализе получено, делали комплексы неполноценности, комплексы, там... Ну, там, что такое комплекс, там, той же... Того же Эдипа и Электра, если их разбирать. Это, ну, там, если сексуальный контекст убрать, там, в общем, понятные комплексы. То есть, условно говоря, человек подавленный своей матерью, да, или зависим от своей матери эмоционально. Вот. Он же вырастает, он потом с этим живет, он потом это куда-то проецирует, понимаете? Вот. С отцом та же самая петрушка, понимаете? Ну, то есть, ну, черт уступит, что там может бывает. Ну, вот, поэтому, да, вот это эго, вообще эго соткано из всей нашей боли. Всякий раз, когда нужно защищаться, когда мы в уязвимом положении, когда мы проигрываем, да, мы начинаем свое эго просто натирать до блеска, понимаете? Его припаивать к нему все, что только возможно, чтобы оно вот прямо превратилось в гирю, ну, и на шею, и в воду. Вот все, рецепт. Вот, да, поэтому это я к тому, что, к тому, что вот этот эгоцентризм, да, и саллипсизм, понимаете, когда я все в мире, все, что со мной есть, все, что вне меня нету. Это такой вот, вот, когда говорят, цифровой аутизм. Это не то же самое, что аутизм, понимаете? Это просто, это хуже, понимаете? Тут человек хоть страдает при аутизме, реально, у него реальная проблема. А это, что никого не вижу, не слышу, это мое мнение. Это кошмар, кошмар, ужас, господи, пожалуйста. И это стало все просто нормой. Нормой стало. И я просто боюсь, что, конечно, вот это отсутствие этих вот ключевых знаний, вот, связанных с красной таблеткой, оно, конечно, людей просто доведет до... Просто никто не понимает, это же любые действия, которые совершаете сейчас, они оборачиваются последствиями через... В одном случае через 5 лет, в другом случае через 10, в другом случае через 15. Ну, как бы вы дали телефон ребенку годовалому, через 15 лет у вас нету ребенка, потому что все, он уже вообще вас не идентифицирует. Но вы сейчас дали, сейчас удобно, понимаете, через 15 лет. Но вы же не видите сейчас, что случится через 15 лет. Вот, там, условно говоря, работу, вот, не нравится работать, не буду работать. Прекрасно, хорошо, неинтересная работа, замечательно, все, прекрасно, не работает, все. Ну, вот, а что будет через месяц у вас в семье, когда там скажут, ну, не работаешь, а я работаю и вообще. Поэтому будь добра, будь добра. Вот, и все, и привет, и какое-то самоубийство, понимаете, все. Вот, да, но мы, когда принимаем в жизни, мы в этом эгоцентризме, в своем селепсизме, мы в этом своем, вот, просто вот этот свой... Ну, мы слепые, тупые. Все, видите, веселиваю я вас. Сразу зрителей много. Как начинаешь с плохих словах говорить, сразу людей набегает. А вот, ну, ладно. Возвращаемся к этим, к машине мышления. Значит, что я вам рассказал? Я вам рассказал, что вот вторая вещь, это обязательно, когда вы работаете с факт-карты, выносите на нее факты, когда вы структурируете вот весь набор связанных тематик, каких-то вот вопросов, аспектов там и так далее. Но обязательно просто думайте это мозгами краснотаблеточника, понимаете? Не синяй таблеточник, не аутиста вот этого социального, не инфодебила вот этого, понимаете? А вот, ну, он же, да, он же мозг. Вот. Это вторая составляющая. И теперь третья, вот, для разгона. То есть, условно говоря, мы, я напоминаю, чтобы вы понимали, что все это структурно. Значит, цифровое потребление ограничиваем, определяем время, да? Значит, избавляемся от объяснений, которые делают все ясно-понятно. Третья. Мы перестаем бояться не думать про проблему, а хотим наоборот, понимаете? Лучше мало без тоски, ну, как белые мотыльки, так сказать. Вот это все на огонь, так сказать, на огонь. Ищите проблему, не позволяйте ее есть, крываться ее от вас. Или вас запихивать. Вот. Хватит прокрастинировать. Ответственность за жизнь. И вот дальше, соответственно, корпус, значит, вот всех вещей, связанных со знанием, который входит вот там в шорт-лист красной таблетки, я думаю, что его скоро можно будет как-то инвентаризировать, может даже еще как-то усложнить и вот и людей просто проверять, вот спрашивать их. Так, у тебя кто принимает тебе этот вот в твоем, в тебе решение, кто принимает, я принимаю, все, понимаете, больше не разговаривайте с ним. Этот говорит, если тебя поставят в условия, при которых, ну, будет возможность вести себя как попало, и ничего тебе за это не будет, а удовольствие целый вагон, ты как себя поведешь? Если он нам скажет, поведу себя как достойный гражданин, ну, тоже в сад его, врут, вот, не понимают. Ну, что, не понимают, ну, да, такая жизнь. Вот, и так далее. То есть, условно говоря, уже скоро можно будет, знаете, опросник составлять, с каким человеком можно говорить, с каким уже опасно для жизни. Даже они селепсисты, психодебильные. Вот, значит, все, с этим закончим. Дальше, и дальше идем. Третий пункт, третий пункт. Тут был первый пункт из трех пунктов, потом большой был про красную таблетку, и все, что там связано. То есть, вы составляете факт-карту и прорабатываете концепты красной таблетки применительно к фактам. И как только вы применительно к фактам начинаете свои концепты красной таблетки применять, у вас количество фактов просто, как там взрыв будет этот, аппарат был вчера, не аппарат, а салют, 23 февраля, вчера был, позавчера, я уже все уже, я писал книжку, видимо, совсем выпало от башки. Так, про что говорил? Все, значит, теперь третья часть. Вот, третья часть. Драматическая. Вы готовы к драме? Драма. Драматическая. Значит, оппоненты. Значит, ничего не получается думать, если нету оппонента. То есть, вот всегда доброжелательный, желательный. Желательно доброжелательный. Вот. Если нет доброжелательного, ну, хоть какой-то. Значит, внутри собственной головы мы не хозяева. Поэтому мы даже вот просто вот святой, тут он, нимб, будет у вас светиться уже, понимаете, красная таблетка нимбом встанет у вас. Вот. Все равно вы внутри мозга, вы заперты там, понимаете. Там он куролесит, кучу всяких разных вопросов решает, и, как бы, сколько бы вы его не контролировали, у него все равно будет засада там какая-то. Вот. Поэтому обязательно наличие оппонентов. Вот. Если вы посмотрите вообще всех великих и замечательных исследователей, которые создали что-то такое грандиозное, ну, вот, вы железно найдете там оппонентов. Ну, вот. То есть, это люди, которые, когда вы что-то думаете, вы высказываете мысль. Говорите, ну, вот, я считаю, что там, условно говоря, доллар надо запретить. Вот. И это мысль, типа, вот. И если ее вы подумали и высказали, то дальше вам скажет человек, и вот, если нету другого человека, который скажет, слушай, ты вообще перед тем, как это сделать, что-то думал головой, нет? Есть вообще вопросы к тебе. Ты здоров, нет? Вот. Ну, доброжелательные скажут. Хм, интересно. Значит, надо запретить доллары. Прекрасно. А что тогда будет происходить? Можно последовательных шагов? Начнется человек рассказывать. Вы начнете рассказывать. У вас все посыпется. Потому что внутри вот это вот, я пытался объяснить, да, сколько бы красных таблеток мы не съели, понимаете, хоть просто прорву. Ну, вот. Мы все равно будем ошибаться внутри собственной башки. Вот. И на наличие оппонента, когда вам ясно-понятно, даже потому что вы исправились ясно-понятно, и нашли аргументы, и там посмотрели альтернативы, там, и так далее, ну, вот, должен человек, вам сопротивляется в мире интеллектуальной функции другой человек, который говорит, секундочку, у меня не лезет. Ну, вы ему говорите, суй туда, залезает. А он говорит, суй туда, говорит, ну, не лезет. И вот если есть человек, который говорит, очень интересно, прекрасно, хороший план, вот. Значит, ну, вот вопрос, собственно, что у меня-то не лезет, если такой план хороший. и дальше вы или можете, понимаете, придумать, элементы докрутить, чтобы у него тоже влезло, вот, или вы не можете. То есть, чрезвычайно важная вещь, вы просто послушайте, ну, вот, что должен быть человек, который, как бы, проверяет ваше, то, что вы надумали, то, что у вас рождается, как шаг, вот, на здравость. Вот, вот просто, он может быть просто даже не специально, понимаете, он может задать вопрос, который заставит вам перевернуть, перевернется просто. Он даже может не специально, понимаете, мысли такой нету вас переворачивать, понимаете, но он так, с такой стороны глянет, вот, и так скажет, что это будет невероятно. И вот, что важно, вот вы составляете факт-карту, у вас появились там, значит, всякие разные элементы на этой факт-карте, да, вот, и вам эти элементы, они кажутся понятными, но вы же поймите тоже, да, ну, все время спрашивают, факт, не факт, что такое факт, да, черт, это не важно, вот, потому что все факты все равно сложносоставные, да, потому что любой факт, который вы возьмете, он уже оперцептирован, понимаете, он номинирован, понимаете, он из дискурса вынут, понимаете, у него куча семантических полей, там, и так далее, но он вроде бы факт, но он все равно уже, понимаете, он уже, как бы, обмешуренный, там, всем, вот, это невозможно, пока вынете, там ничего не останется, понимаете, Поэтому, ну, как бы, да, вот И вот вы берете какой-то факт Какое-то соображение Какое-то у вас есть позиция Какая-то оценка, там, еще что-то Оценка тоже факт, понимаете Вот вы оцениваете там человека Что он там, я не знаю Этот, как Ну, не знаю, преступник, понимаете Ну, как бы, ну, это же тоже складывается-то из чего-то Оно же там не, не, не Как это, они Есть, соответственно, откуда-то, что преступление Что не преступление, как правильно, как неправильно Понимаете, где, в каком кодексе Что написано, зачем это было сделано И так далее, ну, это же объем Так вот, в общем, короче говоря Какой бы вы туда ни вложили Вот, у вас все равно Должен появиться человек Который будет, интересуясь То, что вы думаете, важно, что он должен Интересоваться, ну, хоть на минуту На мгновение, вот И он должен вам Сапонировать Этого сложно Но вы можете быть оппонентом Вот вы услышите Значит, проблему, которую вы решаете Решают и другие люди Ну, с большой долей вероятностью Вряд ли вы решаете что-то такое Прямо необычное Индивидуальное Я так полагаю И люди про это что-то думают, да Вот, и вы дальше Как бы собрав свою мысль Вот в эту такую Шурум-бурум, понимаете Вы можете, как бы, не выкатывать мысль сначала А спросить, что вот другой человек Который думает Он про это, как он мыслит И дальше Ваша задача Как бы не говорить, что он Мыслит неправильно и дурак А придумать Как вы можете Его вот эту Подвергнуть сопротивлению С вашей стороны Вы вот этот собеседник Ухтумского, вспоминаем Заслуженный собеседник Вот, значит Вы тот собеседник Который его выбивает Из его ясности Это не он вам говорит Не лезет А вы, говорите У меня не лезет Вот, все, я согласен Совсем просто Очень интересно Ты объясняешь Вот Но вот И примерьте Просто вот используйте мозг Вот Я Это Как пример Я сейчас Между этим развлечениями Читаю книжку Называется Наука сознания Современной теории субъективного опыта Майкл Гарциана написал Вот Я читаю Получаю удовольствие Просто читаю для удовольствия Книжку Понимаете, в чем дело Вот Он из Принстонского университета Если мне не помню Сменяет память Да Вот Профессор психологии и нейронаук Вот В общем, коллега мой У него есть теория Теория есть Внимание Она очень интересная Блестящая А тут он написал Книжку Вот Как он объясняет Что субъективный опыт Это просто Ну Нам кажется Вот Но он из чего исходит Он говорит Он говорит Я понимаю Как вы думаете Но у меня не лезет Он говорит Давайте вот Ну он так не говорит Это я уже перевираю Но он говорит Думая Как думает человек Который верит Что у него есть сознание И дальше он ему говорит Хорошо Вот ты Вот это А вот в этот момент Это что А вот и в этот момент Это что А вот если мы это уберем И сделаем по-другому И здесь он переходит Ну К любимому методу Моего любимого Даниэла Деннета Мысленным экспериментом Ну Мысленные эксперименты У всех есть Но у Деннета Они уже приобрели Статус такой У него есть книжка Кстати Насос интуиции Называется Если кто-то Он как раз посвящен Методу Этому Господи У меня ваши вопросы Тут Выскочили куда-то Куда-то нажал И туда Ну я найду сейчас Ваши вопросы Потому что надо заканчивать И переходить к вопросам Да Деннет Деннет Насос интуиции То есть он создает Вот такие Как бы Мысленные эксперименты В рамках которого Человек Не может продолжать думать Так Как он думал до этого И поэтому Вот что я К разглоду Да Вот заслуженный собеседник Алексей Алексеевич Ухтомский Вот У него немножко духовно ушло Это все Но суть-то Одна и та же По большому счету Так вот Алексей Алексеевич Значит Да Заслуженный собеседник Они все У всех были Понимаете У У Эйнштейна Понимаете Был этот Б-б-б-б-б Забыл фамилию Он Ходили с ним От дома До этой До его Этой Патентного Патентного бюро Понимаете Тут он задал вопросы Мне не лезет Вот объясняешь Что оно там Относительно А я не могу понять А он там говорит Отдавай вот эти На примере поезда Он проговорил Понимаете Влез ему Понимаете Создал мысленный эксперимент Влез в голову И Сам додумался Понимаете До этого было Жидко Зябко Не алло А тут Раз Бац И Огонь Вот Да Поэтому Если вы хотите Разгонять Вы или найдите Себе заслуженность Или кому-то Станьте этим самым Заслуженным собеседником Найдите Способы Которыми вы можете Не подвергнуть Сомнению А просто сказать А вот в этой ситуации Это так же будет А вот Если вот это Сюда А это сюда Это так же будет Ну вот Создать этот Мысленный эксперимент Чтобы проверить Реально ли лезет Или лезет Просто при вот Определенных Количествах обстоятельств Которые определяют Возможность Что это лезет Ну то есть То что это Решение является Правильным Это я Метафора Того что лезет Вот Да И вот Как только У вас появляется Человек Который Или вас Как бы Изучает Под микроскопом Говорит Ну что бы Это могло значить Вот Или Вы его изучаете Вот Это и Разгодняет Машину мышления Самым мощнейшим образом Просто Как разгоняет Да Вот К сожалению Проблема Проблема Стоит в том Что люди Когда разговаривают Они не разговаривают Они Пытаются Себя Утвердить Или Защитить А они должны Что делать Пытаться Понять Потому что Вполне возможно Кто-то Что-то Понимает Лучше Лучше Нас Вот Майкл Грациана Лучше Меня хорошо Понимает Теорию внимания Он ее придумал А она Интересная Я прям Заворожен Понимаю Господи Вот молодец Вот молодец Он Да Ну в общем Хорошо Все Я закончил Значит Часть Теоретическую Вот Сейчас я буду Отвечать на вопросы Я вам честно скажу Очень сложно Что-то Говорить Осмысленное Когда у тебя в голове Огромный Интеллектуальный Объект Под Видим Под названием Писаемая книга Это просто кошмар Так Ну что Вот я открываю Где мне Наши помощники Все Замечательные Собрали ваши вопросы Вот Я надеюсь Что я Все делаю правильно И соответственно Сначала идут вопросы Участников Чертогов Разума Если нет Напишите мне В google.doc Значит Первый вопрос Елена меня спрашивает Сетование группы По поводу лекций Онлайн Натолкнули нас На тему Что Кто Как использовать мышление В реальности Когда жизнь Уходит в онлайн Как картировать Эту реальность Если нельзя проверить Достоверность фактов Ну Я сразу извинился Что мы В онлайне В онлайне Мы В оффлайн Выйдем Мы Нас Мы Еще Не сдались Все Выйдем Вот Значит Друг Понимаете Вот Мы Вот Сделали Например Онлайн Курсы Вот И Я Ими Горжусь Реально Вот Почему Потому что Мы придумали Как Вот так Делать Чтобы Можно было Иллюстрировать Наглядно То что Объясняется Это очень важно На примере Другого человека Увидеть Так-то я В тексте Не могу Пример другого человека Показать Я его могу Рассказать Но все равно Я буду говорить А тут Значит Вот так Первое Второе Это Возможно Дать четкие инструкции И потом Проверить И оказать поддержку При Организации Соответствующих Действий Вот Это очень эффективно Для формирования Навыков Я вам считаю Что конечно Навыки Будут Дальше Создаваться Создаваться Будут Навыки Обучаться Ими Будут В основном В онлайне Вот Да О мышлении В онлайне Плохо Плохо Работает Понимаете Вы же мне Даже Я на ваши глаза Не могу посмотреть Я когда в зале Читаю лекцию Что происходит Я что-то скажу Я вижу так Кто-то смотрит На меня Я вижу Налезет Думай дальше Курбатов Как объяснять Войне тяжело Алексей спрашивает Что нужно делать Чтобы учиться На чертогах разума С высоким результатом И какой результат Чертоги разума Это может быть Его можно измерить Значит Ну Мы находимся В плоскости Которая называется Субъективная Субъективность Да Трудная Теория сознания Вот Трудная проблема Сознания Ее нету Правда Что Дэнер доказал И Грациана Пишет Очень красиво Ну вот Ну не важно Но это правда Значит Вы или ощущаете Как у вас Мозг Вот Я вам точно скажу Вот у вас Вы переживаете Какую-то беду Понимаете Ну там Я не знаю Работу потеряли Я не знаю С близким Что-то тряслось Я не знаю Изменили вам Еще что-то Ну переживаете беду Да Слушайте Ваш мозг Работает Как машина Он просто Ревет Так сказать Значит И вы Слышите Вы прямо Стоите Так вот В стороне А она Ездит Так же происходит Ну что Да Значит Вот Если вы можете Заставить Свою машину Ехать Куда вам Надо Собственным Потому что Вы решили Заставить ее Туда ехать Понимаете Это Будет Результат Чертогов Ну вот Я работаю У меня много Лабораторий Большая В частности Там много Проектов Много Специалистов Каждый Решает Своё Какое-то Направление Там и так далее Вот И Мне это Направление Может быть Не очень Интересно Ну потому что Нас просят Вы там Здесь помогите Тут помогите Там и так далее Ну вот Но Я могу Хотя это Как бы Может мне не интересно Я могу Так сказать Я поговорю Сначала Чтобы испытать Сопротивление Чтобы послушать Как они говорят Что говорят Я в этот момент Думаю Что-то у меня Не лезет Вот И тут у меня Возникает интерес Понимаете И я дальше Раскручиваю Эту историю И иногда Что-нибудь Могу Дельное предложить Так вот Если вот вы Этот навык У вас начнет Не навык А Как бы Состояние Начнет у вас Появляться Что мозги Начали Как бы там Сами по себе Что-то Ворочать Вот Это есть результат Вот Дальше пойдете На троицу На троицу уже Во-первых Веселее Значит А во-вторых Там Вы видите Как это можно Как бы Это ваше Вот как оно крутится Можно покрутить Целенаправленно Справа налево Слева направо И по горизонтали Вот Алексей спрашивает Как ощутить Своё важное Сейчас же проблема Понимаете Это Богомолов Написал Манифест Да Понимаете Что написано В манифесте Вот Написано Все сошли с ума Был раньше Мир хороший Вот Либеральный Стал Фашистским Мир Я вам скажу Стал Ооо Вот Я сам Сегодня думаю Можно мне это Говорить Нельзя Это Я уже Начинаю Контролировать Вот Что это Все такое С чего Это было Идем Вот Поэтому Все становится В мире Но я предупреждал Я вам говорил Чертвертая мировая война Книжка написана Понимаете Мы сейчас Присутствуем При третьей мировой войне Третья мировая война Это установление Границ Понимаете Границы Вот Хочет Кто-то попасть Там новый Есть Клаб Клаб Какой-то Клаб Чат Или не знаю Как называется Я там даже Зарегистрировал Вот в этом Клабе А тебя Раз И говорят Заблокировали Граница Граница В интернете Свободном Этого Трампа Ну Может он и Безобразие Но все равно Раз Заблокировали Понимаете В чем дело Все начинают строить Границы Тоже Вот того не говори Этого не говори Я так думаю Я может думаю Чего не соответствует Вот парадик Мне какой-то Новый Какой-нибудь Есть много Сейчас разных Молчи Это же граница Понимаете Мы сейчас Вот в мире Где Физически граница В Израиле Граница Понимаете Америка Построила Строила Не достроила Границу Понимаете Сейчас все будут Европа Сейчас эту границу Построит Там Чтобы к ним Беженцы Не бежали Все сейчас В границах Да И социальные сети Делают границы И поисковики Делают границы Он Из Австралии Выперли Этот Как его Фейсбук Ну его не выперли Ему говорят Плати деньги Нам Потому что Новости Наши у вас читают Он говорит А я не приду к вам Все границы Понимаете Разные Совершенно Понимаете Разные Вот Китай Какие границы А границы Систем сейчас будут Понимаете Чтобы Они друг Другом Не пересекались Понимаете Чтобы были разные Все Кругом границы Вот И Да У нас Третья мировая война Вот Все окапываются Что такое граница Да Это я Обороняю свою территорию Вот Я ее завоевал И я сейчас буду Ее тут Оберегать Хранить Вот И все окапываются Понимаете И это На всех уровнях Это что думаете У вас на предприятиях Не происходит Или это В коллективах Не происходит Это вот Все пошли Окапываться Понимаете Это дико Деструктивная История Понимаете Это ужас Огонь Какая ужас Вот Поэтому Сейчас сложно Сложно У нас есть Критерии Важные Важные Должно быть Обязательно Сопряжено С другими людьми Потому что Вы просто Закукарекуете Если это Ваше важно Никому не нужно И то что вы делаете Это никуда Это критерий Да Вот Вас должно Это Тащить И должно Бодрить Так сказать Какую-то вашу Потребность Потребность Вот Вы не можете Без этого Это должно быть Вам Это вас должно Внутренне Подбодривать Понимаете Вот И ваше важное В конце концов Может быть Как бы Стратегическим Оно должно иметь Возможность Развиваться Когда вы Сделаете Вот пройдете Вот эту часть Потом вы можете Пойти еще дальше Потом можете Пройти еще дальше По-другому Может быть Я начал на врача Учиться Понимаете Теперь я Вообще занимаюсь Черт знает Чем Методологией Мышления Понимаете Где это было все Через сколько Итераций все это Ну я изначально Занимался Методологией Мышлением Но По-разному Занимался Сначала занимался В медицине Это было важно Посмотреть Как думать Про пациента Для того Чтобы можно Было Осмысленно В отношении него Применять Психотерапевтические Методы Ну это методология Мышления Про связь с реальностью Того что вы думаете Понимаете Не вот это Отдельно думаем Отдельная реальность Отдельно Вот нам тут посоветовали Хороший метод Психоанализм называется Ну вот Нет Вот осмысленная Абсолютно Такая целенаправленно Штука Потом И в других Совершенно сферах Понимаете Можно было применить Если ваше Важное Оно вот Как бы способно Обретать новые Новые Оживать в новых Содержаниях На других Этапах Вашего развития Вот Это ну И вот я что Мне хорониться уже что ли Нет Сколько мне 46 лет Ну вообще В отставку пора Так если По военному То по нашему Вот Но нельзя хорониться Понимаете Война Война Третья Третья Окапываются Все решили Найти территорию Себе Закопаться в нее Ну вот Ладно Едем дальше Осталось 12 минут Алексей Интересно Это один Тот же Алексей Спрашивает Я вот для Приличия Пропущу Один вопрос Алексея А то тут Дальше Константина Идут по 3 вопроса Не-не-не Вот я все понял О чем будет Красная таблетка 3 Спрашивает меня Константин Константин Красная таблетка 3 Будет про Отношения Вот Потому что Это место Бесконечного Количества Иллюзий Вот И Это все Нейрофизиология Эти отношения Вот Это не так просто Вот И А люди перестали Люди стали Социальными Цифровыми Аутизмами Аутистами Так что Если я С успешным успехом Боролся В красной таблетке 2 То в красной таблетке 3 Я Собираюсь бороться С цифровым аутизмом Вот с этим вот Этим вот Эгоизмом С эллипсизмом Понимаете Вот Вот про что Ну и мне уже так надоело писать Я думаю Может уже закончить Писать Уже все Невозможно Писать Это уже просто мысли Прямо Какое-то Писание Ну это ужасно Вера меня спрашивает В складке времени Вы говорите Что сопротивление Необходимо для ощущения Своей личности Так Как это стыкуется С понятием личности Которую надо убрать Из факткарты Значит Дорогая Верочка Давайте так Личность Продукт Социализации То есть вы Благодаря своей Врастанию В культуру Обретаете Некий свой Объем Ваш Индивидуальный Но это Личность В смысле Культурно-исторической Индивидуальности Родились бы вы В другое время Вспоминаем Красную таблетку Вы были бы Другой Вот этим Субъектом Вот этим Вот это не субъектом А вот этой Вот Набором Вот этих Габитусов Дискурсов Понимаете Динамических Стереотипов И прочего И прочего И прочего Вот И Конечно Чрезвычайно Важно Что Это важно С точки зрения Идентичности Потому что Мы сейчас Утратили Идентичность Понимаете Богомолов Может Странную вещь Какую-то Сделал Но он же Он же Понимаете Он же что сделал Он Он идентичность Попытался Как бы Обнаружить Вот в этом Хаосе Без ничего Понимаете Вот этого Непонятно Где вверх Или вниз Понимаете Ну вот Вот Поэтому Он Своей Культурной И вы Говорят Окей Бумер Типа Ты дурак Потому что Вы старые Пердуны Так думаете Он мой Ровесник Я думаю Может Даже Моложе Не знаю Ну вот Да Вот мы так думаем Это наша Идентичность Мы так Сопротивляемся Складке В которой Мы теряем Идентичность Вот Это одно Значит Второе Значит Когда мы говорим Про Личность Это еще и Точка обзора Да Это то Откуда Вы смотрите На все происходящее Незаметно Для самих себя Привнося В это Происходящее Самих себя Потому что Что такое Эта перцепция Это Если кто читал Книжка называется Системная Когнитивная Поведенческая Психотерапия Моя Вот Есть перцепция Это когда Вы просто воспринимаете И ваш мозг Генерит На то Что Вы восприняли Как бы Изначальную Модель Реальности Но Она никогда До вас Не добегает Потому что Мозг наш Устроен Чуть сложнее Чем просто Генерация Модели Реальности Он ее Генерирует Под себя Под свои Нужды Под то Что он Есть уже Сейчас В результате Опытов Генетики И так И поэтому Он Аперцептирует То есть Не просто Перцептирует А Аперцептирует Добавляет В нее Самого Себя Реальность Становится Субъективно Значимой И если В вашей Факткарте Вы как Когнитивный Агент Личность Когнитивная Личность Вот Если вы Себя Там Не Обезвредите То вы будете Вошкаться В уже Замкнутой Системе Потому что У вас В голове Все это Интерпретатор Сработал И так далее А здесь Когда Когнитивно Вы говорите Так Секундочку Он Выносит Факт И он Его оценивает Он ему Приправляет Въезд И так далее Вы тогда Тенденциозно Начнете Подбирать Факты Вокруг Хорошо Будет Нет Это не значит Что вы Не должны Это учитывать Вашу Субъективность Восприятие То что для вас Важное Ну В смысле Не важно В большом смысле А Имеет значение Для вас Но для сбора Фактов Это катастрофа Поэтому В Инте У вас больше Фактов Просто вывалится Так Константина Я Войду А нет Смотрите Константин А дальше вопрос Из прямого эфира Константин Везет Как правильно Развивать Сложности Структуру Мозга До 25 лет Я не знаю У меня нету Такого Ответа Делайте Вот то Во-первых В зависимости От того Кто вы По психотипу Это будет Очень важно Потому что Если вы Больше Конструктор То Вы же будете Развивать Больше Префронталку Чем Дефолтсистему Туже И решать Многое будете Именно За счет Активного Воздействия Префронталки На Центральной Исплантической Сети На дефолтсистему Мозг То есть Вы ее будете Принуждать К этому Поэтому Это одно Дело Если вы Больше Центрист По своему Психотипу Способу Думать То Конечно Очень важно Сложные Социальные Коллизии Вот Я вот тут писал Про армию У меня был Праздник Ну Я не отмечаю Но Типа Праздник Надо как-то Реагировать Вот И что Это Соответственно Очень Напряженный Социальный Опыт Понимаете Когда Много Молодых Людей Запкнули В банки И Смотрят Что они С друг с другом Понаделают Они Животные Они Подерутся Понимаете Будут Рахи выстраивать Будут В банды Локализоваться Ну не в банды В хорошем В смысле Компании Вот И так далее Ну вот Поэтому Вот Ну что Нету Но С другой стороны Конечно Умных людей Надо побольше Вокруг Вот умные люди Лечат многое Даже полную дебильность Вот погляжу Так Вопросы Из прямого эфира Елена спрашивает Вот мы говорим Наш мозг Наше сознание А мы В этой карте Карта Кто Леночка Ну Давайте Значит У вас есть иллюзия Я Иллюзия Вашего сознания Вот Читайте Я теперь буду Называть классиков А вы будете Тихо Что-то Вот Это все Кажемость Вот Вы мозг Ваш Вот Но вы больше Чем вы способны Сознавать Больше Сложнее Противоречивее Там и так далее Нету Этого Мы Общего Там куча Департамент Так сказать По связям с общественностью Ну скажешь Юлия спрашивает Когда рушатся планы По причине Внезапности События Ботового Возникает обида Что ничего не получилось Затем уже Возвращаться к этому действию Не хочется Что делать Ну обида Это нереализованная агрессия Рушатся планы Это Нарушение Динамического стереотипа Значит Хотите со всем этим справляться Научитесь управлять Своим эмоциональным состоянием Этому мы учим На курсе Онлайн-курс Шаг за шагом Видите Как Пошла Так сказать Под информацией Вот Ну что Я на этом Хочу С вами Попрощаться Вот Вернуться к своей Жизни Греческой В отпуск Хочу обратно Отпустите меня В отпуск Вот Спасибо вам большое Что вы здесь были Спасибо большое Что продолжаете учиться Спасибо большое Что мы С вами еще Так сказать Даем Шанс Мирозданию Ну это такая Легкая фаза Мироздания Лопнет Другая пойдет Вот Но по крайней мере Мы за свою Можем еще повоевать Вот Спасибо вам большое За это И я тогда Прощаюсь Сейчас буду Сохранять В ГТВ Это самое сложное Что только может быть Но у меня есть инструкция Я надеюсь Она мне поможет Все Пока-пока Счастливо Спасибо вам Так Так Счастливо